С самого юного возраста родители должны объяснять ребенку, кто свой, а кто чужой. И что никуда нельзя уходить с человеком, если он не член семьи. Чаще всего дети представляют, что похититель – это грязный и грубый мужчина. Но внешность бывает обманчива. Он или даже она могут быть улыбчивыми и добродушными, пригласить в гости за конфетами или попросить о помощи бездомному котенку. Взрослый просит ребенка о помощи. Вот тоже объяснить, что взрослый никогда ребенка, ну нормальный взрослый, никогда ребенка о помощи просить не будет. То есть это уже что-то неправильное. Прямо так, как говорится, это неправильно, и ты должен уже насторожиться здесь. Не менее важно научить детей не паниковать. Если незнакомец пытается увести ребенка против воли, ни в коем случае нельзя молчать. Нужно попытаться убежать, привлекая внимание прохожих громкими криками. А чтобы ребенок лучше запомнил, как себя вести, проиграйте дома эту ситуацию вместе с ним. Давай я буду плохим дядей или плохой тетей, ну неважно там, да. Вот, давай я тебя буду тащить, как ты будешь кричать. Потом можно поменяться. Давай ты будешь плохим дядей или там, ну девочку там, плохой тетей, да. А я буду маленьким, и ты будешь меня тащить, а я буду сопротивляться, кричать, и чтобы все слышали громко. Но бывает и так, что дети уходят из дома добровольно. Это может произойти и в любой семье. Там, где родители не спускают с ребенка глаз, и там, где до него никому нет дела. Дети сбегают по разным причинам, но, как правило, делают это в подростковом возрасте. Когда за внешней взрослостью, бравадой, агрессивностью скрывается ранимый и беззащитный ребенок, которого не понимают родители. Обостряется очень чувствительность у детей. И любое замечание, любое там, допустим, какое-то, ну, может быть, неосторожное слово родителей, сказанное на эмоциях, да, в сердцах, как-то, ребенком может восприниматься очень болезненно. Честность, доверие и уважение – это то, на чем должны строиться отношения детей и родителей. Ребенку важно знать, что какой бы страшной или безвыходной ни казалась ситуация, мама и папа всегда придут ему на помощь. Наталья Петрунина, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24.